Всем привет, друзья! Меня зовут Алексей, и добро пожаловать на мой новенький видосик. Сегодня мы с вами поиграем в такие игры, как Sniper 3D, Angry Birds Friends, Horror Show, Idol Farming Empire, Idol Miner, Ice Cream 2, Minecraft и Brawl Stars. Поэтому, друзья, усаживайтесь поудобнее, ставьте свой крутой лайкусик, подписывайтесь на мой канал, видосик будет довольно-таки долгий. Приятного вам всем просмотра! Ну а мы начинаем с игрушки Sniper 3D. Ну а первая наша с вами миссия на сегодня, нужно найти преступника, который разыскивается. Давайте поищем его, где он может быть. Так, можно немножечко увеличить это все дело, друзья, увеличиваем, смотрите, вот так вот. Так, ну пока что я его не вижу здесь. Аааа, вот где он, ребятки, да, это точно он. Чтобы быть уверенным на 100%, что это он, я чуть-чуть приблизил, и да, друзья, это он. До свидания! До свидания, чувачок. Друзья, вот и мы, в принципе, с вами выполнили первую миссию. Да, задание выполнено, отлично, мы заработали 760 долларов и подняли себе новый уровень. В следующей миссии нам с вами нужно уничтожить троих бандюганов. Так, мы это сейчас, друзья, с вами быстренько и сделаем. Так, первый, оп, есть. Отлично, перезарядочка. Так, они еще, походу, не в курсе, что происходит. У меня тут очень долгая перезарядка происходит, оказывается. Так, второй, ой, блин, смазал, ребята, смазал. Пуля прям над ним прошла, вы видели? Так, давайте мы немножечко ближе это все увеличим. Вот так вот и бум, все, есть. И сейчас еще последнего. Ну, короче, мы с вами эту цель вроде бы выполнили, но, наверное, что не на идеальном. Так, опа, все. Это вообще красиво, друзья, захедшотили. Смотрите, последний выстрел. И, на, получай, задание выполнено. Мы с вами заработали 1200 долларов. В третьей миссии нам с вами нужно спасти заложника, уничтожив преступника. Хорошо, давайте мы это сделаем. Так, главное не попасть в заложника. И, опа, уху-ху, пока тут полиция стоит и чухается, как говорится. Мы с вами совсем разобрались. Да, все, миссия выполнена. Ну и давайте выполним последнее задание на сегодня. Нам нужно уничтожить парня, который получит чемодан. Хорошо, давайте тогда искать того парня с чемоданом. Так, можно вот так вот увеличить это все. Тут никто пока что чемодан не получает. А, а вот и он. Так, хорошо, нам нужно уничтожить парня, который получит чемодан. Вот тут, короче, к нему кто-то подходит. Да, к нему, короче, кто-то подошел. Наверное, что вот этот вот, ребята. Мне кажется, что его нужно подбить, потому что он взял тот чемодан. Я как бы смазал по нему, но задание выполнено. Отлично, мы с вами зарабатываем, в принципе, немало так денежек. И мы повышаем себе уровень. Ладненько, друзья, закрываем эту игру, приступаем к следующей. Ну, а следующая игра, в которую мы с вами поиграем, называется Angry Birds Friends. Друзья, я буду первый раз играть в эту игрушку. Поэтому я даже не знаю, что тут нам нужно делать. Ну, это обычный Angry Birds, да, я так понимаю. Так, хорошо, давайте постараемся с первого раза уничтожить все. Да, друзья, мы с вами с первого раза все уничтожили. Вот так вот легко и просто. Проходим дальше. Следующая миссия. И, кстати, здесь можно открыть... Здесь, вернее, нужно пройти 10 миссий, чтобы там открылись какие-то турниры. Я так понимаю, что, может быть, это будет какое-то онлайн-сражение. Там, не знаю. Короче, вот до 10 уровня нужно дойти. Видите, мы с вами, получается, поднимаемся все выше и выше. Вот мы уже находимся на втором этаже. А нам с вами нужно добраться до 10 этажа. Конечно, не обещаю, что это будет именно в этой серии. Но в какой-то серии мы с вами обязательно доберемся до этих 10 этажей. Так, получается, что не всех я хрюшек за раз уничтожил. Вот если бы под динамитом попал... Давай, давай... Ай, блин, не активировался. Ну, ладно. Ребята, заряжаемся снова. И... Бум, выстрел. Чё, упало? Да, всё. Динамит рванул. И мы с вами проходим эту миссию. Не на идеально, но всё равно прошли мы с вами её на отлично. Да, на отлично точно прошли. Друзья, предлагайте в комментариях какие-то крутые игрушки. Я все комментарии читаю. Я устанавливаю те игры, вот, которые вы предлагаете. Так, мы тут можем менять себе противника. Мы можем тут даже им какую-то способность выбирать, друзья. Когда мы будем стрелять за красненького, то тогда я выберу ему какую-то способность. О, смотрите, капец, шарики эти рванули. И одна хрюшка осталась. Так, а можно поменять? А, блин, нельзя было поменять. Нельзя было, к сожалению, менять. Смотрите, вот там вот какая-то способность. Но я думаю, что нет смысла её использовать. Мы и так с вами проходим на идеально этот уровень. Кстати, вообще игр по Angry Birds есть очень много. Нам открыт уже третий этаж. И тут получается три боя или что будет? Типа в одном сражении три боя или как? Короче, так, друзья, у нас здесь есть новые птички. Давайте мы их используем. Ууу, я знаю, в принципе, как ими нужно пользоваться, этими птичками. Я когда-то очень давно играл в Angry Birds. Смотрите, прям прямое попадание. Да, помнит ещё ручки, как нужно стрелять. Нас с вами ещё ждёт два сражения, чтобы мы прошли третий этаж. И, а, шарики тут. Вот в чём прикол, да? Ну, давайте мы собьём эти шарики. Вот так, бум. Всё, есть. И последняя хрюшка падает. Отлично, друзья. Нас с вами ждёт ещё последнее сражение на сегодня в Angry Birds. А дальше мы, наверное, знаете, что с вами сыграем? Мы, скорее всего, что сыграем в Бравл Старс. Да, Бравл Старс, по идее, там последняя игрушка. Но я что-то захотел сыграть в Бравл Старс. Поэтому, друзья, кто ждал Бравл Старс, она скоро будет. Это игрушка. Так, стоп. Неправильно, друзья, выстрелил. Нужно было вот этими вот, наверное, птичками выстреливать. Да, вот теперь правильнее. Немножко правильнее. Так, произошёл взрыв и последняя хрюшка падает. Да, друзья, мы с вами прошли третий этаж. Здорово. Закрываем тогда Angry Birds и приступаем к следующей игре. Это у нас Бравл Старс. Ну, а первую гаточку Бравл Старс мы с вами сыграем за Джеки. Раньше я этого персонажа называл Джесси, но это всё-таки Джеки. Так, этого можно добить, я так понимаю, да? Чувачка, давайте мы его добьём. Ещё последний разочек. Давай, 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 последний раз. Где-то туда. Ещё разок. Последний. Ну же. Давай, есть. Друзья, мы его подбили. Здорово. Так, забираем эту ульту. Ульту. Эту баночку. И добиваем ещё этот сундучок. И у нас есть ульта. Это моя пушка. Я сейчас её использую. Так, бежим на центр. Тут, по-моему, целая куча ящиков должно быть на центре. Смотрите, как их здесь много. Это очень жирное место для всех любителей подживиться ящиками. Так, сейчас мы, короче, с вами тоже залутаем ещё пару штучек. Вот так. Давай, давай, быстрее, быстрее. Лутаем, быстрее. Лутаем эти сундуки. Так, этого можно добить, наверное. Давай, давай, давай. Ещё разочек. Ещё разочек. Есть. Мы ставим заново ульту, ребятки. Заново. О, тут у нас Шейли. Шейли тоже, кстати, очень мощно прокачанная. Так, Динамайк бежит. Он хочет взять эту баночку. Но нет, баночку мы берём, ребятки. Баночку мы с вами берём. Так. И ещё один разочек у него. Давай, давай. Ставим новую ульту. О, смотрите, кто сюда подошёл к нам. А, нет. Нет смысла ставить, друзья, ульту. У нас она уже как бы перезарядилась, но наша пушка ещё не уничтожилась. Поэтому, друзья, сидим здесь. Сидим здесь и добиваем его. Динамайк, давай. Есть. Есть. Ого, это победа. Ребята, смотрите, какая первая каточка и какая красивая победа. Мы с вами зарабатываем, в принципе, жетончик. Неплохо. Вторую каточку мы с вами поиграем за Дерила в захват кристаллов. Постараемся и здесь, конечно же, выиграть, чтобы заработать себе ещё один жетончик. Я решил выбивать большие сундуки, чтобы, ну, открывать персов. Потому что у меня их довольно-таки мало. Как бы играю я уже довольно-таки долго, но персов у меня мало. Недавно я открыл, друзья, сундуки, но там ничего не выпало, к сожалению. Так, давайте, берём этот ящичек, ой, берём ящик, говорю, берём этот кристальчик и отстреливаемся. Так, давай-давай-давай-давай, всё, до свидания. Пока что хорошо. Ребята, у нас уже с вами есть способность. Отлично, мы перезарядились. И тут у нас, смотрите, кто подошёл. Тут у нас вот эти чувачки подошли. Мы пока что отступим, ребята. Так, давай, бери жетончик быстрее. Так, хорошо. Пока мне нужно восстановиться. У нас четыре кристалла. У них пока что ни одного нету. Так, здорово. Так, вон он, кристалликчик, кристальчик. Ой-ой-ой, зря, наверное, туда пошёл. Так, даже очень зря. Хотя нет, ребята, не зря. Так, это срочно нужно забрать. Давай-давай-давай, Нита, забирай ты тогда их. Да блин, конечно, когда весь банк держит один чувачок, это плохо. Потому что его могут уничтожить. Его могут уничтожить с лёгкостью. Ого, так, Эль Прима подходит вблизи, да? Ладно, Эль Прима, давай, иди сюда. Так, всё, до свидания. До свидания, Эль Прима. Я заберу эти два. Два этих кристаллика, друзья. Это будет, наверное, чистейшая победа, мне кажется, да? Мы пока что с вами неплохую позицию удерживаем. Так, и последний, давай, забираем. Всё, отступаем. Вот теперь отступаем. Давай быстрее, быстрее. Что? Смотрите, как нас покромсали. Чего? Давай быстрее забирайте кристаллы. Всё, и убегай отсюда. Убегай, Джесси. Либо Джеки. Да, это Джеки. Так, нужно её срочно спасать, ребята. Нужно спасать эту Джеки. Она молодец. И мы, кстати, должны с вами быть звёздными воинами. Ну, я, по крайней мере, должен быть звёздным воином. Так, у него ульта, ребята. Так, всё, я ещё эту штуку заберу. Заберу и отступаем. Блин, меня в конце уничтожили, друзья. Но это, наверное, не помешает мне стать... Нет, я не звёздный воин. Ну, короче, друзья. Это тоже победа. Я доволен. Мы с вами заработали себе ещё один жетончик. С Бравл Старсом можно заканчивать на сегодня. И это у нас, друзья, игрушка, которая называется Хоррор Шоу. Она очень сильно напоминает Хоррор Филд. Но вот единственное то, что мы с вами можем выбирать себе маньяков. Также можно выбирать себе выживших. Три, два, один. Погнали. Прячьтесь. Так, и найдите выход. Ну, понятно. Короче, всё то же самое, как в Хоррор Филде. Так, ладненько. Выбегаем тогда отсюда. Тут вот ещё, друзья, когда вы играете за выжившего... Давайте я покромче сделаю. Чтобы я слышал своё сердцебиение. Так, тут нужно машину чинить или нет? Когда вы играете за выжившего, то вы двери открываете автоматически. Когда вы играете за чувака, который вас ловит... Вернее, за чувака, который ловит... То тогда, друзья, двери нужно открывать самому. Так, хорошо. Я буду сейчас меньше говорить, чтобы я лучше слышал своё сердцебиение. Так, это чё? А, это двери. Отсюда мы, короче, выбежим, да? Только нам нужно, получается, починить машины. Ох, ничего себе. Смотрите, он гонится уже там за кем-то. Так, он сейчас всех поймает или что? Так, пожалуйста, только не за мной. Я не хочу так быстро проигрывать. Да, друзья, это онлайн-игрушка. Очень сильно напоминает хоррор филд. Так, как чинить? Так, а, вот так вот это всё чинится, смотрите. Хоп, есть. Так, чё дальше тут можем сделать? Так, чё мы можем? Двигатель запустить или нет? А, это, наверное, всё, что я мог сделать у этой машины, да? Сердечко стучит очень жёстко, ребятки. Так, чиним. Нет, не хочет, короче, чиниться. Ладненько, давайте тогда убежим отсюда. Друзья, сердечко стучит. А, тупик. Стоп. Меня могут загнать в тупик. Ладно, бежим тогда в эту вот сторону. Так, чувак чё-то чинит. Блин. Стоп. Убегаем, убегаем. Ай, меня поймали. Друзья, капец, меня ударили. Всё, у меня сейчас адреналин закончится, и мне будет хана. Так, мне будет хана. Давайте мы с вами вот сюда вот свернём. Да, всё, он и меня тоже поймал. Так, погодите. Он меня уничтожил, либо посадил в клетку. Он меня посадил в клетку, но мне кажется, что вряд ли кто-то нас освободит. Друзья. Так, нажмите. А, мы можем сами типа освободиться, да? Мы можем вот так вот освободиться, но либо нас могут освободить. Хорошо. Спасибо, спасибо. Чё, это всё? Так, ладно, давайте мы тогда вскроем этот замок. Так, оп. Ещё немножко осталось, друзья. Мы обязательно его вскроем. Так, оп. Или, погодите, нужно, наверное, на вот эту вот штуку нажимать? Или куда вообще нужно нажимать? Наверное, на зелёненькое нужно нажимать, чтобы вскрыть этот замок. Что? Мы проиграли? Да ладно, игра окончена, друзья. Я не успел вскрыть замок. Вы представляете, тот чувак нас всех поймал. Да, он, конечно, профессионал. Ну, не страшно, друзья. Приступаем тогда к следующей игре. Это у нас Айдил Фарминг Импайр. Друзья, я уже раньше разок играл в эту игрушку. И вы только посмотрите. Вот я зашёл сюда, и мои морковочки заработали мне миллион. У меня всего-то на всего 7 тысяч. Смотрите, сейчас ба-бам. Миллион. И они начали дальше, смотрите, фармить как быстро. Ну, коровки у меня как бы не прокачаны. Сейчас мы, друзья, и коровок с вами прокачаем. Итак, чтобы прокачать коровок, мы можем их прокачать по максимуму. Либо же... Вот, да, по максимуму можем прокачать. Смотрите, на 50 коровок. Давайте мы вот так вот сделаем. По десяточке. Так, по десяточке будем прокачивать этих коровок. Потому что я не хочу все денежки растратить. Вот так вот постепенно того прокачиваем, того. И вот сейчас они нам будут приносить громадное количество баблишка. Смотрите теперь, сколько денег они все приносят. Очень много. Только вот единственное, коровки... О, по 900 уже приносят. Ничего себе. Прикольно. Эти по 5 с копейками. А почему у них такая уместительность маленькая? Ладненько, давайте мы купим себе тогда новый загон. Это у нас уже клубнички. Так, у нас новый уровень. Здорово. Так, и у нас новое достижение получается. Награда. Давайте мы ее заберем. Это кристаллики. Я уверен, что со временем они нам еще пригодятся. Так, и мы можем, в принципе, прокачать, наверное. Погодите, а почему эти коровки так слабо прокачаны, мне кажется? Очень слабо они прокачаны. И ладно, давайте мы лучше... Что? Ого. Чтобы прокачать клубничку, друзья. Чтобы прокачать клубничку, мне нужно очень много денежек. Интересно, вот сейчас сколько они мне денег принесут? Принесут эти клубнички. Вообще, коровки очень мало баблишка приносят, ребята. Даже нет смысла их вот нажимать на них. Свиньи приносят 9 тысяч. И, в принципе, свиньи, смотрите, прокачаны до 50. Эти прокачаны до 60. Я не знаю вообще, в чем прикол. Почему так мало денежек они мне приносят? Ну да и ладно. Сейчас мы вот тут рубанем с вами столько баблишка. Когда, наверное, малинка создреет наша. Тут, кстати, можно ускорять как-то? По-моему, тут можно ускорять, если... А, дождик. А, блин, дождь идет только за рекламу. Я не хочу, в принципе, смотреть рекламу. Нет, немного, ребята, они нам приносят баблишка. Даже очень немного. Ну, в принципе, да, коровки какие-то не очень прокачаны. И больше всего, что мне сейчас приносит денег, так это, ребята, мои вот эти вот чувачки. Так, ну давайте мы, может быть, прокачаем этих коровок тогда. Могу я их прокачивать или нет? А, смотрите, можно прокачать клубничку. Давайте я ее прокачаю пару раз. Все. И теперь что? Она, теперь она будет, наверное, больше денежек мне зарабатывать. Пусть будет солнышко. Ну да, пусть будет солнышко. Давайте сюда... Блин, тоже за рекламу, ну капец. Короче, когда светит солнышко, это понимаю, что быстрее вот эти вот наши растения приносят нам денежки. И, кстати, вот так вот можно тоже срезать, смотрите. Вот так, оп-оп-оп. Минус, минус коровки, да. Короче, вот так вот берем просто и срезаем тут все. Удобно, кстати, друзья, очень удобно. Интересно, сколько сейчас клубничка мне принесет. Кстати, она созревает очень долго, ребята. А ну, 12 тысяч? Неплохо. Давайте мы ее будем прокачивать. Все, прокачиваем клубничку. Я думаю, что есть смысл прокачивать только вот таких вот животных. Коровок мы прокачивать не будем. Хрюшек мы, наверное, тоже не будем прокачивать. Вот, можно еще первый уровень вот прокачивать. Ладненько, друзья, давайте еще немножко поиграем. Будем приступать к следующей игре. Что-то я еще могу прокачать. Могу еще морковочку прокачать. Она, в принципе, не очень дорогая, чтобы ее прокачивать. Так, все, теперь она будет еще больше денег нам приносить. Ребята, смотрите, как много баблишка теперь у нас будет с вами. Это хорошо. Ладненько, ребята. Давайте будем уже закрывать, наверное, эту игру и приступать к следующей. Это у нас, в принципе, игра от такого же самого разработчика. От того же самого. Idle Miner. Друзья, эта игрушка загружается. Но, когда она загрузится, вы просто будете в шоке, сколько у меня будет бабла. Ребята, смотрите. Смотрите, сколько бабла. 74 триллиона. Это не миллиарды. Это уже триллионы пошли. Это, короче, жесть. Эта игрушка нам приносит деньги даже тогда, когда мы ничего не делаем. Итак, ну что, давайте работать. Давайте, в принципе, самые нижние слои покупать. Смотрите, 19 триллионов стоит нижний слой. Да с легкостью мы его сейчас купим. Все, мы его купили. Отлично. Можно, получается, слои покупать за триллионы. Либо же можно их покупать за деньги. Но деньги, это типа донат. Нужно донатить. Так, короче, нанимаем менеджера за миллионы. И сейчас этот вот копатель нам, смотрите, сколько будет баблишка приносить. Этот приносит по 30 миллионов, этот по 300 миллиардов. Ой, по 30 миллионов, да, этот по 300 миллиардов. Да, все я правильно сказал. Хорошо. Так, этот справляется со своей работой. Так, он, в принципе, справляется, мне кажется, да. Вот эти вот вообще копейки приносят, ребятки. Это очень мало. Вот кто мне больше всего баблишка приносит. Смотрите, он не может, наверное, все выгрузить. Да, друзья, он все не выгружает. Поэтому нужно его прокачать. Давайте мы его тоже качнем, чтобы он лучше работал. Вот так вот прокачиваем. Тратим свои миллионы пока что. Даже не миллиарды. Ребята, обратите внимание, что мы тратим не миллиарды. Теперь нам нужно еще прокачать этих чуваков, которые отвозят эти деньги. Вот этих мы тоже за миллионы пока что прокачиваем. Давайте, давайте, прокачивайтесь. И они сейчас будут, в принципе, справляться с миссией своей. Так, ну что? Короче, они полные. Они успевают? Они могут забрать весь уголь, который здесь есть? Да, друзья, они, в принципе, забирают весь уголь. А этот может забрать весь уголь? Да, это тоже, в принципе, может забрать весь уголь. Хорошо. Он уже, смотрите, по 367 миллионов, короче, собирает. Капец. Кстати, это можно все улучшить, смотрите. Вот, ускорить. Этот весь процесс, он бесплатно. Бесплатно происходит, короче. Ну, короче, давайте вот так вот на все нажмем. На все эти штуки. Пусть они работают по максимуму. Так, у нас с вами пока что миллиарды. Хорошо. Я думаю, что нижний слой мы с вами вряд ли в этой серии губим. Мы когда с вами зайдем в эту игрушку в следующей серии, тут уже будет такая цифра, ребята, что я буду просто в шоке. Реально. Смотрите, сколько тут слоев. Капец. Ё-моё. Я вот еще не опускался сюда. И мы когда-то с вами обязательно вот достроимся до вот этих вот, до самых нижних слоев. До динозавров обязательно достроимся. Давайте мы с вами будем улучшать самого нижнего шахтера. Что? Смотрите, сколько нужно денег. Короче, так. Тут сейчас два человека будет или что? А не, он сейчас будет быстрее добывать. Либо больше, либо быстрее. Короче, я его разочек прокачал. Смотрите. На 30 миллионов, миллиардов он больше добывает. Так, ну пока что неплохо, ребятки. Неплохо. Мы тут с вами рубим баблишко. Смотрите, как же много. Они точно успевают? Да, они успевают выгружать. Давайте, давайте. Набивайте полные сумки. И отвозите мои денежки. Да, только один мощно отвозит, получается. Один прям миллиарды отвозит, а другие, видите, там по несколько тысяч миллиардов. Короче, друзья, давайте еще чуть-чуть поиграем в эту игрушечку. И будем приступать к следующей. У нас еще Скорритичер, ой, Скорритичер, говорю. Ice Cream 2. Я решил проходить эти игры, потому что, ну, они очень популярны. И вы просите, чтобы я, ну, хотя бы что-то проходил. Какие-то хоть миссии. Поэтому, друзья, будем сегодня проходить Ice Cream 2. В следующей серии будем проходить, наверное, Ice Cream 3. Потом Ice Cream 1. Короче, буду почаще играть в Ice Cream. А также у нас сегодня еще Minecraft. Ладно, ребята, смотрите. Мы, наверное, с вами уже сегодня вряд ли что-то улучшим. Потому что все это стоит громадных денег. Ну, ничего страшного. Мы с вами зайдем в следующую серию. Короче, тут будет просто нереальное количество денег. Ладненько, друзья. Закрываем тогда эту игру. Приступаем к следующей. Ну, что ж, друзья. В принципе, я думаю, что нет смысла это все смотреть. Потому что все из вас уже миллион раз это все видели. Посмотри в окно, короче. Нам сначала нужно посмотреть в окно. Это тоже, наверное, все сто раз видели. Поэтому давайте, друзья, будем проматывать. Итак, тут, по-моему, должна быть какая-то рогаточка. Да, давайте посмотрим, есть она тут или нету. Я уверен, что она может здесь быть. Потому что в каждой серии где-то есть рогатка. Так, может быть... А, вот где она, друзья. Вот эта рогаточка. Но нам сначала нужно, наверное, сделать вот так вот. Так, все. Вот теперь можно брать рогатку. Давайте мы ее возьмем. И постреляем того чувака. Так, чисто по приколу. Так, все, спускаемся. Спускаемся. Постараемся, друзья, в него выстрелить. Я еще никогда в него не стрелял. Так. А, нужно зайти сначала сюда. Вот спрятаться. Хорошо. Прячемся. Он сейчас выйдет. Этот чувак, к сожалению, друзья, сейчас нельзя проматывать. Вот, поэтому смотрим. Сегодня я поймаю пару пухленьких детишек. Потом я помещу в охлаждающий фургон. Завтра я поймаю новых пухленьких детишек. Ведь я свою работу полностью влюблен. Да, это вообще прям рифма идеальная, да? Так, хорошо. Ребята, смотрите. Он уронил этот блокнотик. Нам с вами нужно подобрать этот блокнотик. Хорошо. Все, мы вылезли. Так, где-то чувак лазит. Пока что я его не вижу. Так, мы можем его подобрать? Мы его пока что подобрать не можем. Нам нужно выбросить рогатку. Так, выбрасываем рогатку. Подбираем эту штуку. Так, берем ее. Где-то мороженчик, друзья. Пока что я его не вижу. Пока что все хорошо. И куда нам нужно дальше ехать? Так, отлично. Теперь, когда ты знаешь маршрут, можешь выбрать следующую остановку. Ну, давайте, например, выберем остановку... Ну, вот гараж, да? Не, стоп, погодите. Вот гараж. Нам сюда нужно. Едем в гараж. Проматываем это все быстренько. Следующая остановка. Ну, понятно, какая. Так, тут, по-моему, нужно, друзья, нам найти... Знаете что? Тут, по-моему, нам нужно найти... Эм... Эти... Свечи, да? Либо свечи, там, либо еще что-то. Так, по-моему, я знаю, что тут нужно делать. Так, хорошо. И у нас есть подсказки. Так, поймать кота, там и все такое. Так, хорошо, выходим отсюда. Помните, если ты застрял, можно посмотреть какие-то эти... Я понял. Можно посмотреть подсказочки. Так, дверь закрыта. Окей. Ну, с какой-то стороны она должна быть открыта. Наверное, что с вот этой вот стороны... Да, друзья, она открыта. И тут нужно... По-моему, что-то тут нужно найти. Так, нужно найти щипчики. Так, тут щипчиков нету. А где они еще могут быть? В холодильнике не могут быть? В холодильнике, наверное, что они тоже не могут быть. Так, давайте, может быть, дверь закроем на всякий случай, чтобы тот чувак сюда не зашел. Так, где же еще одна коробка с инструментами, а? А, друзья, он меня заметил! Чего? Капец, я же тут не шумел особо. Он меня поймал. То есть, чтобы получить ключ от двери гаража, нам с вами нужно выбрать вот это вот местоположение на карте. Но мы с вами, походу, и так его выполнили. Это местоположение дверей. Так. А, нам просто нужно выбраться отсюда. Я понял. Друзья, ключ, короче, должен быть где-то вот здесь вот, да? Так как мы с вами, в принципе, заперты в этой тюрьме. Так, открываем. Тут есть какой-то ключ? Нет, ну, так просто его, его так просто, друзья, не найти. Так, эти полочки можно открывать. Так, тут ничего нету. Нижняя полочка тоже есть. О, смотрите. О, мы с вами, смотрите, что нашли. Вот эти, кстати, щипчики, они нам пригодятся. Давайте мы их вот туда вот пока что бросим. Так, все, щипчики мы с вами нашли. Это уже хорошо. Так, а вот и ключ. Стоп, 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 стоп. Обратно заезжай. Так, вот и ключик, ребятки. Так, все. Дальше, что нам нужно сделать? Дальше нам, так, что-то нам ничего не подсказывает. Ну, короче, ключ мы нашли. Давайте тогда откроем дверку. Так, например, откроем, знаете что? Давайте мы откроем вот эту вот дверь. Так, оп. А, блин, обратно мне помолчено. Издевается. Продолжим уже играть в Ice Cream в следующий раз. Но теперь давайте приступать к Майнкрафту. Но в Майнкрафте мы с вами поиграем в мини-игрушку, которая называется Быстрые Строители. Друзья, я буду играть впервые в эту игру. Поэтому, наверное, что я проиграю еще в самых первых раундах. Так, давайте запоминать, как тут, что строится. Короче, по углам вот такие вот квадраты тут вот. Вот эта вот штука, друзья. Наверное, что все-таки мы с вами проиграем. А хотя, может быть, и не проиграем. Так, ладно. Тут, значит, вот так 4 блока. Так, хорошо. Тут тоже 4 блока. Ну, эта постройка, в принципе, легенькая. Да, друзья, эту постройку я запомнил. Возможно, что хотя бы на первом уровне мы с вами не проиграем. И еще вот сюда вот. И, в принципе, так, последние секунды. Друзья, перфект. Мы с вами выполнили на идеально. Но мне кажется, что с этой постройки все справились. Все на изи справились. Поэтому, мне кажется, вряд ли кто-то вылетит в первом раунде. Да, это было прямо очень легенькое. Ну, давайте посмотрим, кто-то вылетит или нет. Нет, друзья, никто не вылетел. Чувствую, друзья, что во втором раунде мы с вами проиграем. Потому что, что это такое вообще? Что это за блоки? И как они вообще строятся? Так, ну ладно, ладно. Короче, Алексис. Это, успокойся. Успокойся. Ты должен это построить. Ты просто обязан это построить. Потому что, ну, тут пока что довольно-таки легко, да? Так, теперь вот сюда. Вот, теперь сюда-сюда. Ставим еще вот эти вот блоки. Может быть, кто-то даже это не построит. Я, конечно, буду на это очень сильно надеяться. Так, дальше. Давайте будем смотреть, что они строят дальше. Так, угу. Короче, желтые блоки нужно поставить. Как-то. Где-то вот сюда. Вот. Так, короче, нужно их поставить вот сюда. Вот сюда. Так, теперь вот сюда. Так, хорошо. Теперь, короче, точно такой же самый блок нужно поставить вот сюда. Так, давай быстрее, быстрее. У нас еще... У нас очень мало времени, ребята. У нас очень мало времени. Все, время закончилось. Ой, мне кажется, что я не успел, ребята. Мне кажется, что я проиграл. Да, наверное, что во втором раунде Алексис вылетает А ну-ка, есть, нашелся, короче, чувак Который построил хуже Ребята, вы представляете, нашелся такой перец Фу, короче, продвигаемся дальше Так, это что за построение Так, короче, по бокам вот эти вот Штуки, а что там сверху А сверху что там есть Короче, друзья, пока что Вроде бы я понял, вроде бы я понял Что тут нужно строить Так, короче, давайте ставим сначала вот эту вот ерунду Стоп, не-не-не-не Вот эту вот А, там еще по цветам нужно было, друзья, запомнить Точно Короче, давайте смотреть тогда Тут вот такой вот нужно цвет Тут, наверное, вот такой вот Тут, короче, по углам такие вот цветы нужно ставить Так, тут тоже вот такой вот цвет Что дальше? Что дальше? Дальше верхний слой тоже такой же самый должен быть Давай, ребятки, мы должны с вами успеть А мы должны с вами успеть А, походу, я понял, друзья Я, походу, понял, что тут нужно Так, быстрее-быстрее выпрыгивай Так, двойной прыжок Так, сюда-сюда-сюда-сюда И, походу, закончилось время, ребята Мы с вами чуточку не успели Да, короче, чуточку не успел Мне кажется, что я не должен сейчас вылететь Пожалуйста, только не я Я ещё хочу немножко поиграть Отлично, друзья, мы с вами проходим дальше Фу, блин, как же сложно всё-таки играть в эту мини-игрушку Тут нужно очень быстро, друзья, строить О, ну всё, вот тут, друзья, мы с вами проиграли Короче, к бокам вот эти вот Штуки нужно поставить Капец, а посередине чё? Давайте мы начнём, в принципе, с середины строить Ой, я ничего не запомнил, ребята Вы представляете, я реально ничего не запомнил Так, короче, вот сюда ставим это И сюда вот это вот ставим Так, короче, ну углы хотя бы, друзья, запомнил Хотя бы запомнил углы, и это уже радует Так, сюда кубик Теперь сюда, сюда И вот сюда Так, сейчас будем смотреть у игроков, что они там делают Так, по центр они ставят Эту вот штуку, да, на центр Вот сюда, вот это центр или нет? Да, это вроде бы центр Так, давайте мы увеличим, как тут увеличивать? Блин Так, теперь камни Теперь по бокам камни вот такие вот Не-не-не-не, по бокам не камни, по бокам Блин, я не успел, ребята По бокам нужно было поставить вот эти вот стёкла Ну, походу, что я вылетел Ребята, вот тут я вылетел Мне кажется, что дальше я вряд ли продвинусь И Алексис вылетает Да, ребята, я вылетел Ну, в принципе, мне кажется, что для первого раза неплохо Ребятки, пишите в комментариях какие-то крутые мини-игрушки Я обязательно в них буду играть Вау, это крутое Я бы это с лёгкостью построил, ребята Это реально на изи Это реально очень-очень легко Ладненько, ребятки На этом, в принципе, я свой ролик буду заканчивать Ну, а кому он понравился Подписывайтесь на мой канал Нажимайте на колокольчик Ну, а с вами был я, Алексис Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok